Эта табличка на дверях дома Веры Перегинец висит постоянно. Время сейчас горячее, а на шести сутках рядом задействован каждый сантиметр. Картошку мы не выращиваем, у нас нет ей места. У нас цветы, овощи, виноград, сливы, яблони. В общем, всего много интересного. Ну вот новая у меня ежемалина, гибрид ежевики с малиной. Очень вкусная ягода, интересная ягода, вишенка вот цветет. Хватает времени и для творчества. Например, такую подставку для цветов в магазине не купишь. А вот Николай Хамич для своих садовых фигур использует не велосипед, а дерево. Такие миниатюры можно встретить в самых неожиданных уголках сада. Дочь рисует, а я потом выпиливаю, а потом приспосабливаем вот это все. И так вот постепенно, потихонечку делает. Внучкам нравится, и мне радость большая. Вот, ягодки кушает, это посмотрит. Вот, вороненок кричит, ваха кричит, ну, интересно. А то сороку сделает, а еще что-нибудь. Дом у Николая Павловича необычный. Деревянное кружево и снаружи, и внутри. Мебель, полочки, шкатулочки, даже люстра из дерева. Всю эту красоту хозяин создает долгими зимними вечерами. И, конечно, выпиливает новые фигурки для сада. У каждой деревянной игрушки есть свое имя и своя история. Например, вот эту задумчивую лягушку зовут Шахматистка. А вот Юлия Машкова для своего коня имя еще не придумала. Это первая садовая скульптура молодой мамы. Но она, надеется, не последняя. Все сама сколотила. Внучка плотника. Так что колотить умеем. Деревянный конь везет кадушку, а в ней уже посажен китайский огурец. Овощи этот Машковы экзотическим не считают. Огурчики у нас первые сорвали. Это вот уже начинается второй урожай. Это китайский огурец. Очень вкусный. Хоть на засолку, хоть в салат. Но полюбоваться настоящей красотой и отведать первый урожай из грядки даниловцы приглашают в середине лета. Приглашение приняли Марина Брубот, Александр Гемелянов. День событий. Данилов. Продолжение следует...